Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Дорогие братья и сестры, мы вновь, по милости Божией, подошли к порогу Великого Поста, Святой Четыридесятницы. Это особое время духовного труда, теплой молитвы и светлой радости. Недаром его называют весной духовной. Это время, которое мы стараемся посвятить Богу. Пост установлен церковью для того, чтобы мы вырвались из нашей ежедневной суеты и верно расставили свои приоритеты. Пост – это время, когда нужно очень честно, очень трезво посмотреть на самих себя, чтобы увидеть, что в нас есть плохого и недолжного. Надо сравнить нашу жизнь, мысли, поступки с тем, к чему призывает нас Евангелие, а затем постараться избавиться хотя бы от некоторых своих недостатков. Пост – это школа любви. Сам Бог есть любовь, по слову апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Это главное качество, которое должно отличать нас, как христиан. К сожалению, это не всегда так. Греховная жизнь сделает наше сердце жестким, замкнутым, себелюбивым. Именно поэтому перед началом поста в Прощенное Воскресенье мы просим прощения друг у друга и с этим настроением доброты и внимания к ближним входим в Великую Четыридесятницу. Пост – это молитвенный труд. Богослужение поста помогает нам прийти в себя, увидеть себя такими, какие мы есть, осознать свою нужду у Спасителя. Молитва в храме и дома дает нам возможность собраться внутренне и внешне, непостижимым образом согревает и умягчает душу. Это особенно важно сегодня, когда сердце каждого христианина болит из-за происходящего. Военный конфликт – это страшная беда, и она общая. Нам всем нужно очень крепко, очень искренне молиться, чтобы Господь своей силой и властью помог остановить братоубийственное кровопролитие, преодолеть разделение и даровал мир. Великий пост – это путь к Пасхе, к Воскресению Христову. Именно в этом смысл как Великого Поста, так и человеческой жизни в целом. Всем нам, дорогие братья и сестры, я искренне желаю провести Святую Четыридесятницу с душевной пользой, в здравии и крепости сил, а затем в духовной радости, с чистым сердцем, встретить Пасху Христову. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! 7 марта в этом году начнется Великий пост. И вот несколько вопросов от зрителей как раз касаются этой темы. Предлагаю ответить на них. Первый вопрос относится лично к вам, Владыка. Что значит для вас Великий пост? Что в нем главное? Великий пост – это любимое время года для меня лично, и я думаю, что для очень многих христиан, которые сознательно его проводят. Великий пост называется в церковных книгах весной души, весной покаяния. Это время, когда мы призваны, наверное, в наибольшей степени в течение всего церковного года сосредоточиться и уделить духовной жизни максимальное время, настолько, насколько для нас это возможно, ну, по обстоятельствам нашей жизни. Для меня Великий пост – это время, когда я люблю служить. Каждая служба Великого поста для меня любимая, и вот я ни на что ее не променяю. Если человек постится, но не ходит на службу, в его посте есть смысл? – Очень незначительный. Если он не ходит на службу, потому что не может никак, в тюрьме сидит, допустим, да? – Ну, или болеет. – Да, или тяжело болен, не может никак. То, конечно, есть смысл, и это та жертва Богу, которую приносит человек. Если он не ходит просто потому, что не ходит, потому что у него нет навыка к этому, он не знает, как это делать, но это неправильно. Тогда надо, конечно, поститься в гастрономическом смысле этого слова, но не забывать главного. Собственно говоря, ведь пост – это некая подготовка к человеку, человека к тому, чтобы воспринять нечто другое, духовное, не только то, что касается нашего тела. Сейчас непростое время, и некоторые верующие молятся дома. Как надо молиться дома во время Великого Поста? – Ну, дома люди обычно, когда молятся, они читают утренние и вечерние молитвы, и по усердию кто-то читает каноны, кто-то читает акафисты, кто-то читает псалтирь. Я думаю, что дома каждому верующему человеку нужно обязательно читать Священное Писание, Новый Завет, а по возможности и Ветхий Завет. Если человек по вынужденным обстоятельствам большее время проводит дома, чем может приходить церковь, надо обязательно постараться читать псалтирь. Дело в том, что постом псалтирь читается очень много в храмах. Если в обычное время за неделю в храме прочитывается на богослужении вся псалтирь, это 20 кофизм, то Великий Пост, она прочитывается дважды за неделю. Вот, соответственно, с этим можно немножко увеличить, если или ввести в свое келейное правило домашнее псалтирь, если ее не было, или увеличить, если она была. А вообще, если человек знаком с церковной жизнью и с церковными богослужениями, и при этом умеет обращаться с компьютером, то можно найти сегодня последование всех абсолютного службы. Допустим, понедельник, первая неделя Великого Поста. Вот забиваете в поисковик, и там все можно найти наряду. Просто садиться дома или становиться перед иконами и вычитывать все то, что там есть. Это тоже возможно. Я не говорю, что это обязательно для всех, но если есть некое усердие и желание приобщиться к богослужению, то это вполне можно делать и дома тоже. Следующий вопрос часто задаваемый. Почему в православии во время поста столько ограничений в удовольствиях? Вроде не причиняется вред другим, не нарушается заповедь о любви к ближнему. Почему нужно обязательно убивать свое тело, свои желания? Зачем такая несвобода? Интересно. А если что, отказаться от удовольствия, значит убивать себя? Ну, во-первых, потому что пост – это время, когда человек должен собрать себя максимально. Собрать для того, чтобы молиться, для того, чтобы поступить в богообщение. А, естественно, помолиться, потом пойти, условно говоря, на дискотеку или там, я не знаю, в бар, в какой-то клуб или что-то еще такое. Ну, понятно, что это собрать и выбросить, значит. То, что ты собрал, причем выбросить самому, так раз и все, в окошко. Это, по меньшей мере, просто бесполезное занятие. Тогда уж надо или богослужить, или мамоне. И тому, и другому служить не получается. Конечно, человек слабый, человек немощный, особенно в молодости. Конечно, в молодости всякого рода высокие слова кажутся скучными и надоедливыми. Это потом уже приходит осознание того, что, наверное, в них есть что-то правильное. Но, тем не менее, пост несовместим с развлечениями и с удовольствиями. И в том числе пост заключается в воздержании от таких вещей. Мы стараемся объяснить человеку, что в пост, если он, ну, очень так вот, ну, в старое время любил смотреть телевизор, да, сейчас его уже почти никто не смотрит, вот, если любит смотреть телевизор, значит, надо воздержаться от просмотра телевизора или уменьшить до минимума, да, если человек привык жить в виртуальном мире, значит, надо тоже постараться воздержаться или сократить настолько, насколько это получится, пребывание в этом виртуальном мире и так далее. То есть, цель, ну, максимально нерассеянной жизни во время поста. Следующий вопрос от многодетной мамы. У меня трое детей, старший уже подросток, среднему 7 лет, а младшему 3 года. Как должен проходить пост для детей? Ну, зависит от того, насколько выцерковленная семья, насколько родители постятся, насколько родители и дети ходят в храм, насколько они привыкли к причащению святых христовых тайн и так далее. Точно многих вещей. Я думаю, что для трехлетнего ребенка никаких постов быть не может. Для 7-летнего это такой вопрос, зависит от его отношения к маме, к родителям и к церкви. Подросток – это еще более сложно. Тут я бы не стал давать таких вот жестких рекомендаций, но с подросткой, конечно, можно попробовать приучить поститься. Там, где постятся родители всегда, где дети это видят, там это все происходит естественно, и вопросов не возникает. А если родители не постятся, или вдруг вот решили, или мама решила вот этот пост поститься, и давай всех остальных постить, тогда не надо. Если это решение родителей, да, обоих или мамы, вот в этом году, давайте начнем поститься, да, пусть дети пока будут, как они привыкли. Потихоньку, потихоньку можно тогда каким-то образом водить, ну, скажем, мясо и исключить из рациона, кроме воскресенья, там, субботы-воскресенья, да, вот, там еще какие-то, в зависимости от того, от реакции ребенка на вот это, знаете, может быть, просто истерики какие-то, а может быть, наоборот, это будет воспринято как некое такое вхождение во взрослую жизнь. Если это верующие церковные родители, то он скажет, ну, ты же большой, вот, давайте теперь с нами вместе будешь поститься, да, это будет, наоборот, воспринято как-то очень положительно. Нет правил таких, которые можно вот жестко потребовать исполнения от всех абсолютно, да, каждый случай, каждая семья, она, как говорил писатель, счастлива по-своему и несчастлива тоже. И в заключение, Владыка, ваши пожелания тем, кто вступает в Великий пост? Ну, что ж, это, я уже говорил, что это, действительно, это очень светлое, очень радостное и очень интересное, увлекательное путешествие в Великий пост. И я желаю пройти его с радостью, не с досадой, что вот почему-то вот нельзя вот этого, нельзя того, нельзя сего, а с радостью. Чтобы вот как-то установилась в это время какая-то связь между человеком и Богом. Чтобы сердце откликнуло, услышало зов Божий и откликнулось на него. Тогда вот пост будет и полезным, и очень нужным. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Редактор субтитров А.Семкин